Буквально 4 недели назад я обнаружил, что у меня появились боли, которые связаны были с погрешностью в диете, ночные также, что заставило меня выполнить эндоскопическое исследование. Вы знаете, что по результатам этого исследования я выявил у себя рак желудка, что это довольно агрессивная форма. Но, тем не менее, хочу сказать, что по данным всем предоперационных обследований у меня третья стадия, не терминальная, как многие журналисты сейчас вещают. И у меня есть все шансы на излечение, поэтому очень важно, с чего мы начнем наше лечение. Для любого больного, который приходит к доктору с такой ситуацией, безусловно, необходимо задать главный вопрос, с чего мне начать, чтобы достичь лучших результатов. На мой взгляд, оптимально быть уверенным в своем докторе, что он профессионал и расскажет вам обо всех вариантах лечения. Поэтому мой доктор профессионал, я сам тоже являюсь профессионалом, поэтому особых сомнений у нас не было. Мое лечение в этой ситуации необходимо было начинать с химиотерапии, причем с довольно агрессивной схемы, которая показывает в настоящее время наибольшую эффективность. И в настоящее время я буквально сегодня закончил вторую химиотерапию свою, перенес ее неплохо, поэтому в настоящее время сижу перед вами и разговариваю. О чем еще хотел бы вам сказать? О том, что помимо основной задачи поправиться и выздороветь, и продолжить свою активную работу, а также радовать своих близких и родных друзей. Я бы хотел воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы поднять несколько проблем, которые, на мой взгляд, сейчас являются наиболее актуальными касательно моей специальности, да, хирургической онкологии. И я в настоящее время веду переговоры с ведущими хирургическими и онкологическими лидерами для того, чтобы продвинуть тот проект, который вынашиваю уже почти два года, он связан с развитием определенной программы подготовки хирургических онкологов. Она будет разбита на несколько этапов. Я уже концепт этой программы опубликовал в Фейсбуке, вы наверняка читали мой пост, многие читали. Поэтому я бы хотел своим обращением попытаться обратиться ко всем хирургическим лидерам, которые считают себя таковыми, о том, чтобы кто еще не знает, ознакомился и в дальнейшем принял для себя решение. Хотят ли они оставаться просто экспертами, которых довольно много у нас в Российской Федерации, мы прекрасно знаем, что у нас действительно много хороших экспертных хирургов. Или они хотят войти в когорту хирургов-менторов. Это особая когорта, особый, скажем так, склад характера должен быть у такого человека. Не просто уметь делать все вмешательства на высоком методическом уровне, делать их стандартизованно, но и наиболее важным аспектом для хирурга-ментора является возможность и желание доносить эту технику до ваших молодых коллег, которые приходят к вам на обучение. Я призываю вас подумать, насколько вы действительно готовы стать этими менторами. Какие еще задачи стоят перед этим проектом? Это просветительская платформа, которая также основное свое внимание будет уделять проблемам и задачам больных, которые поставлены в очень сложную ситуацию перед онкологическим заболеванием. Зачастую они оказываются фактически в одиночку, поскольку я знаю сам, я прекрасно работал в лонгодиспансере, очень большая нагрузка на докторов, и уделить каждому больному достаточное количество времени, ответить абсолютно на все вопросы, к сожалению, очень часто у докторов просто не остается времени. Очень большой поток загруженности и так далее. Часто отсутствие удовлетворенности от своей деятельности, отсутствие финансовых и значимых бонусов также заставляет их уходить в себя и выгорать. Вы сами прекрасно это знаете. Это проблема, которую тоже хотелось бы поднять на поверхность, и я не уверен, что моя платформа поможет ее решить, но хотя бы заострить на ней внимание мы обязаны. По большому счету, что бы я хотел донести до обыкновенных людей, что я такой же, что мы, хирурги, онкологи, такие же, как и вы, из плоти, из крови. У нас есть свои переживания, свои проблемы, мы так же, как и вы, болеем. У нас есть определенные преференции, безусловно. Я, как хирург-онколог, во-первых, знаю, с чего мне необходимо начинать, во-вторых, конечно же, у меня нет длительных временных задержек между какими-то циклами терапии и между циклами диагностики, потому что у меня очень много знакомых. К сожалению, это проблема, которая тоже в настоящее время существует. Мы прекрасно знаем, что больной, который первично приходит в поликлинику, от момента диагностики до момента поступления уже в специализированный стационар может пройти довольно много времени. То есть это время порой занимает пару месяцев, иногда даже три месяца. По крайней мере, со слов многих моих пациентов и больных, которые сейчас мне пишут, очень много обращений. Я точно понимаю, что, безусловно, это та самая проблема, которая сейчас тоже есть, как ее решить, пока никто не знает. Поэтому хотелось бы и эту проблему тоже озвучить. Как ее решать, будем думать вместе, я думаю. Это уже в основном не моя задача. Моя задача просто попытаться рассказать об этом. Я хирург-онколог, еще раз повторюсь, я сугубо занимаюсь своей хирургией и по большому счету больше всего компетентен именно в вопросах некомпетентности хирургических кадров. Что об этом могу сказать? О том, что сейчас в стране преобладает пассивная программа обучения. Я не рассматриваю кафедры как варианты для развития моего хирургического учебного проекта. Это будут обязательно практические онкологические учреждения с большим потоком. Пассивное обучение невозможно в настоящее время. Общество развивается, большие претензии предъявляются, обоснованные претензии, я согласен, обоснованные претензии к докторам. Но как можно ругать человека, который в этой системе вырос всю жизнь, в ней жил, и вдруг его ставят перед фактом, что он должен действовать по-другому? Это невозможно. Необходима новая генерация хирургов, которые мыслят, делают, действуют и учат совершенно по-другому. Old school должно потихонечку уйти. Должен наступить период новой, новой эры. Должен наступить период новых лидеров хирургических, которые захотят обучить других лидеров. И они потянутся... Ну и вы сами знаете, что такое геометрическая прогрессия. Если изменить менталитет человека, и если хирург активно учился, да, то есть ему давали знания, ему ставили руки, то он обязательно уйдет из кафедры с такими же принципами. Он точно так же, как и его ментор, захочет кого-то чему-то научить наверняка. Поэтому, на мой взгляд, если мы это не сделаем, то это не произойдет никогда. И так и будет большая стена, бетонная, не знаю, там, как хотите, стеклянная, между нашими пациентами и докторами. В завершении, наверное, хотел бы поблагодарить за ту поддержку, которую мне сейчас оказывают коллеги. Это мне очень сильно помогает, поверьте, мне пишет очень много и знакомых, и незнакомых людей. И эта поддержка мне сейчас очень нужна ваша. Также хочу поблагодарить всех людей, которые не относятся к моей профессии, но очень сильно мне помогаете вашей энергией и вашей поддержкой, поэтому она мне сейчас необходима. Хотел бы сказать пару слов о своей семье, которая сейчас находится, мне кажется, в самой невыгодной ситуации. Девчонки, я вас люблю, поэтому держитесь, все будет хорошо.